где задание должно было быть минут назад может связь плохая так бывает когда интернет плохо работает о смотри один ребенок ждал два века чтобы наконец родиться сменил несколько семей нигде не получалось в итоге родился в питере в семье велончелист да теперь понятно почему некоторые дети выглядят так как будто уже устали от жизни ого какая толстенная смотри здесь целых 39 детей это подшивка одного рода за 50 лет а последняя родила сразу пятерых отчет так радуешься как будто сама хочет столько детей почему бы и нет счастья много не бывает а дети приносят счастье о задание пришло а здесь точно нет никакой ошибки ну да странно работа есть работа ну как вам тебя что сегодня выпускной да нет просто планирую что надеть на следующую вечеринку мы еще вечеринку не планируем а он уже планирует что надеть пошел в кураж надо что-то яркое ну перечное да люди любят что-то хулиганское и хорошо бы еще какую-нибудь надпись характеризующую тебя хорошо вернемся к нашему заданию ну что мои хорошие кажется у вас все получается на ум месте а я признаюсь не очень этому рад не нужны вы мне здесь это не тебе решать скажу открыто и честно готов вам помочь помочь с возвращением и появление новых душ это на тебя вообще не похоже помочь стать людьми глупышки тогда у меня исчезнет основной конкурент а я смогу со временем стать главным пошли работать мы подумаем ну СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я в этом вообще ничего не понимаю. Папа ковырялся, ковырялся, толку ноль. Тот еще мастер. Ну-ка, папа, дай-ка я взгляну. О, понятно. Тут делов-то у тебя на минуту. На авиарежим поставил. Ой, молодцы, что вместе приехали. А я бежать собиралась соседских нянчить. Она еще одного ждет, лежит. Ну, а мне деньги какие-то. Но новостей-то нет у вас никаких для нас. Как будут новости, мы вам первым позвоним. А то чушь и все, чушь их-то. Нет, ничего. Тут делов-то на пару минут. Ну, так я и говорю. Да я не про телефон, а про внуков. Пап, все, на, будет работать. У соседки третий уже. И это у женщины мужа нет. Нам пора. Мы заехали на минутку. А что, даже не поедите? Да нет, мы в кафе заедем. У Дины специальная диета. Диета. У вас точно для нас без новостей? Мама не беременна она. Все, мы пошли собираться. Я тебе говорила, надо было телевизор ломать. Они так бы еще часок посидели. А ты телефон, этот, авиарежим. А мне показалось, она толстенькая. Может, скрывают? Сглазить боятся. Она у тебя 10 лет. Все толстенькая. Я так внуков никогда не дождусь. Ешь, да вы. Выглядят счастливыми. А ведь Петр действительно может нам помочь. И это в его интересах. Чем он нам поможет? Ну, Марии надо как-то попасть в офис Вестников. Она же не может, она человек. Но Петр делает щелчок, и она там. Мы-то этой возможности лишены. А дальше? Ну, а дальше все. Заходим в комнату 50-50 и становимся людьми. Они сейчас уже пойдут. Идем. У нас вообще-то задание. Все остальное обсудим после. Привет. Мы подсядем? Пожалуйста. Мы вас здесь часто видим. Вы такие классные. Живые такие, настоящие. Мы с Пашей недавно переехали в этот район. И были бы рады дружить парами. Вы давно вместе? Казар, ставлю косметиком. Благотворительный фонд. Простите? А у меня Жора очень азартная. Еще со школы. Любит отгадывать, чем занимается окружающий. А, вы еще со школы вместе? С 11-го класса. С 10-го. Как поклялись быть вместе на экзамене по биологии. С тех пор не расстаемся. Я вам по-белому завидую. Люди сходятся, расходятся, а вы со школы вместе. Джекпот. У нас к вам необычное предложение. Только вы, пожалуйста, дослушайте. Ставлю два. Казар, я сейчас косметику предлагаю. У вас будет ребенок. Два. Да два, два. Просто информацию решил порционно выдавать. Проиграл ты мне деньги. Вы что, из МФЦ, что ли? Там какой-то новый отдел? Я понимаю, это звучит нелепо. Но дети у вас появятся лишь в том случае, и если вы поедете отдыхать не вместе. Это очень важно. Ну, конечно, важно. Раздельный отпуск. Это в два раза больше завести ребенка шансов. А я пробил экстрасенсы. Милые ясновидящие, мы пойдем. Меня клиент ждет. Если что, я риэлтор, можете обращаться. Ну, вдруг вам квартиру нужно снять какую-нибудь там, чтобы карты раздавать, или паутины повесить, что вы любите. А я учитель английского. Эффективно и недорого. Обращайтесь. Ну, чтобы на международном уровне экстрасенсить. Да. Всего доброго. See you. Да. Уговорить людей, у которых все в порядке, ехать отдыхать отдельно, какая-то глупая идея. Кто придумывает эти задания? Это Шора. Просто идеальный муж. Совместный завтрак. Утром до работы подбрасывает. Отпуск вместе. Нет, тут какая-то путаница. Да. Надо поговорить с руководством. Из-за этого мы не до конца понимаем суть задания. Лев, ты что-нибудь скажешь? Мы свой рассказ закончили. Я вас не слушал. Так, что скажете насчет этого? А что-то изменилось? Ты ничего другого не нашел? Вообще-то я весь гардероб ради вас перерыл. Но ведь это точно такой же костюм. В чем отличие? Вот чему вы научились в совершенстве у людей, так это невнимательности. Крой более свободный. Цвет посвежее. Ну и вообще более дерзкий. Давай лучше сама тебе подберу. Это слишком дерзкий. Ну хорошо. И на этом спасибо. Как говорят люди, низкий вам поклон. Хотя при этом почему-то не кланяются. Лев, нам нужна твоя помощь. Слушаю. Как мы уже сказали, необходимо убедить семейную пару не ехать в совместный отпуск. Понял. Так а в чем проблема-то? Гостиницы все свободные или билеты слишком дешевые? Да нет, пара замечательная. Десять лет вместе. Но тут явно есть какая-то ошибка. Да. Ты можешь по своим каналам устроить дополнительную проверку задания. Создается впечатление, что мы не помогаем, а подталкиваем их на расставание. Так. Если они друг друга очень любят, то они не расстанутся. Ну, нет никаких ошибок в заданиях. Ну, а если там что-то... Нет никаких «если». Вы что, сомневаетесь в компетенции главного штаба? Не сомневаемся. Ну вот и прекрасно. Куда отправили? Туда идем и работаем. Пути главного штаба неисповедимы. И да, с вас костюм. Ты что, правда считаешь, что риэлторы помогают людям? Такое чувство, что помощь идет полным ходом. Странно, они же вроде по разным работам поехали снова вместе. Придется понождать. Что ты смеешься? А на нашей работе можно заниматься любовью? Мы занимаемся любовью других людей. Ну, просто у нас давно этого не было. Это за рамками жизнь невестников. Ну, вечеринки с людьми тоже за рамками. И в итоге даже Лев к нам присоединился. Ты что, хочешь, чтобы он и в этом к нам присоединялся? Нет, конечно, я не об этом. Просто на работе мы коллеги. А хочется, ну, как-то иначе. Как люди. Им же можно на работе. Ну, вот, станем людьми, тогда и будем это почаще. Кажется, закончили. Недолго. Там это. Что это? Ты должен уже нормально реагировать на секс. Там это. Знаю. Так вас Дина наняла? Просто такое бывает, когда люди со школой вместе. И что? Типа, 10 лет несгораемая сумма, и теперь можно налево? Я устал. Чувства остывают. Это нормально. Сколько она вам заплатила? Я заплачу в два раза больше, чтобы вы молчали. Дя, напиши мне, о чем потом тут все закончится. Как вестник, я рада, что он упростил нам задание. Но как женщина я готова его убить. Так сколько она вам заплатила? Да нисколько. Тогда зачем вы за нами следите? Ты что, не понимаешь? Очень важно, чтобы вы полетели отдыхать раздельно. Иначе у вас дети не родятся. Хорошо, родители. Вряд ли у вас подослались их пенсии. Это маловероятно. То на что вы хотите? Дико извиняюсь, но я тут просто кое-что забыла. Я позвоню. А если Дина об этом узнает? Да, если только от вас. У нас с Диной все нормально. Даже хорошо. Ага, мы видим. Либо вы говорите, сколько денег нужно, либо я вызываю охрану. Ты просто риэлтор. Какая у тебя может быть охрана? Консьержка? Все-все. Мы уходим. Так намного проще. Если мы расскажем Дине, они поедут вместе отдыхать, и задание выполнено. Нет, это разобьет ей сердце. Она живой человек. Нужна аккуратность. Мягко намекнем не об этом. Пошли. Переводится как милый или возлюбленный. А если S на конце, sweethearts, это множественное число возлюбленные. Здравствуйте. Нам надо поговорить. Решили все-таки заняться английским? Дин, нам нужно вам кое-что рассказать. Можете на ты говорить. Послушай, твой Жора не такой идеальный, как ты думаешь. Допустим. И что? Ну, он как черный риэлтор. Он говорит, что придет домой, но на самом деле ходит по другим квартирам. Да. А квартиры он не продает своим клиентам, а сдает на сутки. И только девушкам. Чего? Дин, у него есть другая. Ну, как же аккуратность. Извини, я не сдержалась. Вы от Жоры, что ли, пришли? Вы решили, что в этом случае я вам сознаюсь? Хитро. В чем сознаешься? Жора подослал вас за мной следить. Так? Весь этот утренний цирк. Наверное, думает, что я ему изменяю. Ну, скажем так, между вами настал момент истины. Да. Да, я ему изменяю. Довольны? Надоело уже скрывать. А вот, кстати, и Миша. Представляете, училка английского и физрук. Как в анекдоте. В каком? Я тебе потом расскажу. Дин, вам с Жорой нужно серьезно поговорить. Да сами и говорите с ним. Мы 10 лет вместе. Это уже привычка. Я не хочу скандалить из-за расставания. И тем более не хочу расставаться. Кстати, хорошо, что вы появились. Извините. И если не поговорить, будет хуже. Угу. Теперь задание выполнить будет легче. Нужно их собрать вместе, все сообщить. И они поедут отдыхать растельно. Если, конечно, не убьют друг друга. Угу. Ну? Дина, поехали с нами. Слушайте, чего вы от нас хотите? Ну, подожди. Дай им договорить. Пора поступить как взрослые люди и признаться друг другу. Дина, Жора тебе изменяет с одной из клиенток. Ну, что началось-то? Жора, а Дина тебе изменяет с физруком. Что? Кобель, так знала, что ты не к маме ездил на два дня. Да ты на себя посмотри. Ты перед морючим физруком не устояла. У тебя достоинства вообще есть. Прекратите вести себя глупо. Кажется, я никогда не пойму людей. Я думаю, это в бетауха никогда не закончится. Ну, наконец-то, что-то интересное. А ты мне с клиенткой изменил. Ничего интересного придумать не мог? Угу. Вы что? Типа проехали? Да вам дан уникальный шанс быть вместе, иметь детей. Не всем такое дано. А для вас-то как игра. Мы 10 лет друг друга знаем. Мы столько все пережили. К тому же я не хочу расстраивать родителей. О, да. У них на нас большие планы. Мы не можем расстаться. Они нам поездку в отпуск подарили. В надежде, что у нас внуки появятся. Подожди, а вы на вонючей матой как на сеновал? Это очень романтично. А ты как клиентку соблазнил? Комиссию с нее не стал брать, да? Вы... вы идиоты! Девушка, а можно меню? Вина, стаканчик. Два стаканчика давай. Подожди меня. Да, люди ведут себя глупо. Не понимают, зачем вместе расходятся, тянут. Но это всего лишь работа. Вот именно. Тянут. Каждую секунду они могут сделать то, чего я не могу. И они тянут, ждут, и в итоге теряют друг друга. Скажи, ты любишь меня? Да. Тогда езжай домой, я хочу побыть одна. Так бывает. Приходится делать больше, но и цифры лучше. Это сложно без вмешательства в планы Всевышнего. А кто говорил, что будет легко? Нам надо поговорить. Оставьте нас. Завтра тебе сюда надо переместить одну женщину. После этого мы станем людьми. Твое предложение в силе? Да. Ей надо с кем-то тут поговорить. Это вообще не наше дело. С кем и о чем ты просто перемещаешь ее сюда. Хорошо? Комната 50-50? Откуда ты знаешь? Нашел твой блокнот. Доделал там твою домашнюю работу. Кое-кого спросил, у кого ты не додумалась. Кое-где посмотрел, где ты не догадалась. В общем, я помогу вам. Ты поможешь себе. До завтра. Времени полно. И кажется, все время нам чего-то не дано. Недостаточно. Живем как в кино. Как будто завтра кто-то снимет новое кино. И нам все равно. Тачки, бабки, клубы, тусы, принцессы и короли. Но когда затянут небо, тучи с кем поговорить. А бы я дышать свободней, если знал бы, что сегодня ничего уже не повторить. В день последний. Тает, тает, тает все кроме любви. Мир сошел с ума, я знаю, знаю, не реви. Лучше подари ему немного доброты. Ведь по итогу тает, тает все кроме любви. Тает, тает, тает все кроме любви. Мир сошел с ума, я знаю, знаю, не реви. Лучше подари ему немного доброты. Ведь по итогу тает, тает все кроме любви. Если бы ты точно знал сегодня, что остался день самый последний О чем бы забыл, о чем бы вспомнил, у кого бы попросил прощения Мы гордые люди, часто тонем в обидах, вспоминаем, когда нет выбора Что у нас был выбор, сколько ты бескорыстно дарил и сколько жалел улыбок Как ответил бы на вопрос, что надо, чтобы быть счастливым Доброта или прибыль, ураган или штили Все не важно, не навсегда, только бы мы любили Только бы вместе были все и пили под солнцем летним Знаешь, ведь в день последний Тает, тает все, кроме любви Мир сошел с ума, я знаю, знаю, не реви Лучше подари ему немного доброты Ведь по ритопу тает, тает все, кроме любви Тает, тает все, кроме любви Мир сошел с ума, я знаю, знаю, не реви Лучше подари ему немного доброты Ведь по ритопу тает, тает все, кроме любви Тает, 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 тает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok